Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 11 главу. Когда окончил Иисус наставление двенадцати ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют. И блажен кто не соблазнится о мне?» Видим такие слова с 1 по 6 стих. Помним, что Иоанн Креститель был заключен в темницу. И здесь из темницы он посылает своих учеников для того, чтобы спросить у Христа, тот ли он, Мессия, которым должно прийти или ожидать нам другого. Иоанн Креститель был заключен в темницу. Эта темница находится на другой стороне Мертвого моря по отношению к Иудее, Тезеордании. Там сейчас находится монастырь, который принадлежит католической церкви, францисканцам. Это место называется Махериус. Об этом и свидетельствует Иосиф Флавий в иудейских древностях. И вот оттуда, из этого места, где он находился в темнице, ученики наверняка были рядом с ним, с Иоанном Крестителем. Старались всячески поддерживать его в этом непростом состоянии, место заточения. Но странный вопрос, который советует своим ученикам задать Иоанн Креститель, Господу и Спасителю Иисусу Христу. Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Почему звучит такой вопрос? Что Иоанн Креститель, тот, который совсем недавно, как мы об этом читали в третьей главе Евангелия от Матфея, говорит о том, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, спаситель мира, о котором он говорил, я не достоин понести обувь твою, или, как говорится в другом Евангелии, развязать ремень на обуви твоей. Что случилось с Иоанном Крестителем? Неужели он засомневался? Так думать будет не совсем правильно. Дело в том, что, как часто бывает и в нашей жизни, мы слишком привязываемся в своей духовной жизни к людям, а не к Богу. Ученики Иоанна Крестителей привязались к Нему. И мы видим, что они не ходят за Христом, а так и остаются с Иоанном Крестителем, хотя Иоанн Креститель указал им, что вот он Мессия, вот он Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Они, ученики Иоанновы, видели и слышали глаз с неба, все сын есть мой возлюбленный, в котором мое благоволение, видели голубя, сходящего на Христа, видели самого Христа, который так и сказал, вводя в воды Иордана, что нам надлежит, так надлежит исполнить всякую правду, потому как Христос не имел нужды в крещении, но показал нам пример. Итак, Иоанн Креститель посылает своих учеников лишь для того, чтобы они за его авторитетом, скажем так, современным языком духовника, не разглядели бы самого Христа, не просмотрели бы самого Христа. Вот что по этому поводу пишет, например, блаженный ироним Стридонский. Цитата. «Иоанн, заключенный в вузах, посылает своих учеников к Иисусу Христу для того, чтобы под видом разрешения своих недоумений окончательно рассеять их неверие, и, зная о близкой своей кончине, хочет обязать их следовать за тем, на которого сам указывал прежде неведущим». Конец цитата. Илари Петтовийский пишет, цитата. «Таким образом не сам Иоанн хотел просветиться, но уврачевать неведение своих учеников». Конец цитаты. И мы читаем далее, что Христос отвечает им на вопрос не просто, что это Я. Иначе, если бы Он ответил, что это Я, мы помним, что фарисеи Его часто обвиняли в том, что Он свидетельствует Сам о себе. Но Он напоминает им пророческие тексты Ветхого Завета и говорит о том, посмотрите по своим делам. «Ибо, как Он и говорил, ранее по плодам их узнаете их, о лжепророках» в 10 главе. Так и здесь говорит, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовестуют. То есть Он здесь приводит тексты, которые во множестве своем встречаются у пророка Исаии, который так и говорил, что и слепые будут прозревать, и хромые ходить, и даже слепые видеть, глухие слышать и прочие пророчества. И блажен, говорит, кто не соблазнится о Мне. То есть Он как бы говорит ученикам, посмотрите на самые Мои дела. И мы далее читаем, когда же они подошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. «Что смотреть, ходили вы в пустыне? Трость ли ветром колеблемую? Что смотреть, ходили вы, человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть, ходили вы, пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо Он тот, о котором написано, «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Здесь Он говорит о Иоанне Крестителе. Но когда начинает об этом говорить? Когда, как сказано, ученики Иоанновы ушли. Для того, чтобы укрепить других, что Иоанн предтеча, это действительно предтеча, о котором сказано в Священном Писании. Но чтобы не поколебать учеников, они и так любили Иоанна Крестителя, и так следовали за Ним, но чтобы не поколебать их сердца, чтобы они не привязались к человеку. Ведь сказано в Священном Писании, «Проклят всяк надеющийся на человека». Поэтому служение миссионера, да и вообще христианина, священническое, церковное служение, оно в том, чтобы привести человека ко Христу. Что и означают эти слова? «Привести человека ко Христу»? «Привести в его церковь», которую Христос здесь основал и сказал, что врата ада не одолеют ее. «Привести», что значит, «в церковь», чтобы завести просто за руку в храм? Нет. «Привести в церковь» — это значит, к Таинствам Христовым. Таинство Христово учредил сам Христос здесь на земле. Крещение, когда он беседовал с Никодимом, и когда он сам крестился в Адахе Ордана, а с Никодимом говорил о просвещении Духом Святым, о рождении от Духа Святаго. В Таинстве Крещения нам преподается и Иоанново крещение, и крещение Духом Святым через миропомазание. И учредил здесь институт священства, и сам избрал себе апостолов, и апостолам сказал, «Кому простите, тому простится» в Евангелии от Иоанна, в 20 главе. «На ком оставите, на том останется». И Таинство Соборования. «Сказалось ли, кто болен из вас, пусть призовут пресвитров, помажут вас маслом, прочитают Евангелие, и будь здоров». И Таинство Венчания. «Нехорошо быть человеку одному». И Таинство Исповеди, как я уже сказал, «Кому простите, тому простится». И все прочие Таинства, где мы соединяемся со Христом. И Таинство Евхаристии, где он сказал, что «примите, идите, сей есть кровь моя нового завета». Как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, 1 Коринфянам, 11 глава. «Новый завет в крови Христовой». Здесь мы соединяемся со Христом. Но когда человек начинает приводить людей не к Богу, в соединении с ним, а к себе, это называется лжепророчество или лжепророк. Чаще всего такой человек действует ради своей выгоды. Такие истории мы, к сожалению, встречаем на страницах интернета. Люди, которые приводят к себе, но не к Богу. Надо быть внимательными, и, как сказано, будьте внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. А для этого необходимо исследовать Священное Писание и заниматься им постоянно. Поэтому Христос здесь говорит о Иоанне Крестителе, когда уже ученики отошли от него. И мы читаем далее. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, продолжает он свою речь, но меньше и в Царстве Небесном, больше его». Что это означает? Что Иоанн Креститель был последний из ветхозаветных пророков, и он как бы был на стыке Ветхого и Нового Завета. Поэтому он говорит, что не восставал больше Иоанна Крестителя, потому что он сподобился увидеть самого Христа, даже проповедовать о нем, но меньше и в Царстве Небесном, больше его. Почему так? А потому что блаженно невидящие, но уверовавшие. Одни же Иоанна Крестителя, «До ныне Царствие Небесное силой берется, и употребляющий усилий восхищает Его». Царствие Небесное усилием берется, и прилагающий усилий восхищает Его. Что означают эти слова? Вера, то есть благодать веры и побуждение к вере всегда от Бога, от нас же свободное произволение откликнуться на голос Божий. Но от нас зависит приложить усилия для того, чтобы все можно было слышать, слушать необходимо, как пишет Кирилл Иерусалимский, все надобно в огласительных получениях. Все надобно слышать, все слушать, все слышать, понимать и помнить. Заметьте, как интересно говорит, говорит, все слушать, слышать, понимать и помнить. Потому что можно слышать и не слышать. Можно помнить, но не понять. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илья, к которому должен прийти. То есть он говорит, что на Иоанне Крестителе исполнился тот дух Ильи, о котором предсказывал Ветхий Завет. Кто имеет уши слышать, да, слышит. Но кому уподоблю род сей, он подобен детям, которые сидят на улице и обращаясь к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свирели, а вы не плясали, мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. И пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел сын человеческий, ест и пьет, говорят, вот человек, который любит есть и пить вино друг матарям и грешникам, и оправдана мудрость чадами ее. О чем здесь говорит Господь? И он дальше продолжит свою речь. Он говорит о том, что есть люди, которые всю жизнь будут недовольны. Пели, говорит, плачевные песни, вы не плакали, играли веселые напевы, вы не радовались. То есть, трудно угодить, бывает, человеку, если человек не хочет воспринять то, что ему преподается. Вот что по этому поводу пишет Иоанн Златоуст, например. Людям бесстыдным не оставить ни малейшего повода к безрассудным сомнениям. То есть, он говорит эти слова. Потому что Бог, как бы говорит, делает все для того, чтобы человек пришел и соединился с Ним. А вы ищете только того, чтобы осудить. Как бы здесь говорит, тот, кто ищет недостатков в церкви, в Боге, в верующих людях, тот, кто что ищет, тот, то и находит. Кто ищет сомнения, тот и находит его. Кто ищет соблазны, тот и находит их. А кто ищет Христа, тот ищет веру в Него и служение Ему. Тогда начал он корять города, в которых наиболее явлено было сил его за то, что они не покаялись. То есть покаяние это способ, если хотите, средство, которым только этим средством и более никаким, только лишь этим средством, покаянием, то есть состоянием человеческой души можно воспринять Бога и его божественное откровение. Что такое покаяние? Обращение ума. Как в любом деле. Если мы вникаем в какое-либо дело, то он приобрел, человек себе, ну, позволяют современно сделать такие примеры. Новый телефон. Он начинает разбираться, как он устроен, чтобы им пользоваться. Для чего? Для того, чтобы можно было совершать звонки, еще какие-то операции. Сбербанковские там, еще какие. Если человек, например, припитает автомобиль, тоже старается посмотреть, какие здесь кнопки, где здесь педали какие, как им правильно управлять, да еще и нужно, прежде чем им управлять, провести целый курс вождения, правил личного движения. То есть, человек вникает. Так и здесь, так и в церкви. Необходимо вникнуть. Зачем Христос пришел в этот мир? Зачем он устроил здесь церковь свою на земле? Где об этом сказано? Насколько верно то, что говорится в Священном Писании? Есть ли библейская археология? Есть ли подтверждения источников? Все это необходимо узнать, чтобы проложить себе путь, о чем говорил Христос ранее. Царствие Небесное усилием берется. Перелагающие усилия восхищают его. Поэтому покаяние это первое условие, с которого начинает свою проповедь Иоанн Креститель и далее ее также поддержит. То есть, можно сказать, когда Иоанн Креститель был в темнице, как мы помним, Господь начинает этими же словами. обратиться умом и сердцем, и всей душой, чтобы понять. Горе тебе, говорит Херазин, горе тебе, Вевсаида, если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретящие пепли покаялись. То есть, он говорит, вы видите, очевидно, а те города не видели. Но если бы были явлены то, что для вас, то они бы точно покаялись. То есть, он им указывает, насколько огрубело их сердце. Но говорю вам, Тиру и Сидон отраднее будет в день суда, нежели вам, потому что они и не видели, и не слышали, и только руководствовались законом совести, как язычники, а вы и видите, и слышите. И ты, Капернаум, до неба вознешшееся, до ада не извергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явлены и в тебе, то он остался бы до сего дня. То есть, сравнивает Капернаум, куда он пришел, сам Господь, и долгое время приводил в Капернауме, сравнивает с Содомом, и говорит, что Содому даже будет отрадней, потому что туда пришел ангел, а здесь пришел сам Господь. Для того, чтобы избавить род человеческий от состояния греха, но они не услышали его. «Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет в день суда, нежели тебе. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, славлю тебе, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаился и от мудрых, и разумных, и открыл то младенцам». Ей, Отче, кто такие мудрые и разумные? Это фарисеи. А кто такие младенцы в вере? Это язычники. Потому как Христос скажет в другом месте, что блудники и мотари идут впереди вас. А вы, сыны царствия, то есть для которых было, которым были даны пророки откровения, будете извержены. И Христос им говорит, они стоят, все фарисеи, ученики слушают эти слова. Говорит, ей, Отче, таково было твое благоволение. Все предано мне, отцом моим. И никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Что значит, никто не знает сына, кроме отца? И отца не знает никто, кроме сына. Здесь Христос указывает на свою единосущность отцу. Как мы с вами читаем в стимуле вере, единосущно отцу, им же все выше, то есть им все есть. Никто не знает Сына по этому признаку единосущности, как только Отец знает Сына, и Сын знает Его. И далее призывает фарисеев, весь народ, который собрался вокруг него, следующими словами. «Придите ко мне все труждающие и всеобремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо и бремя мое легко есть». Удивительные слова. Христос призывает к себе этих людей и говорит, что бремя мое благо, которое вы считаете неудобоносимое, на самом деле оно благо, исполнение заповеди моих, воссоединение со мной. Помните, как в 10 главе Господь говорил так, «Кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня». То есть оказывается, можно следовать за Христом и не взяв креста Христова. То есть кротости, смирения, любви, доброделания. Вот что есть крест, который человек не хочет нести. Скорби, терпение, как сказано, терпением вашим спасайте души ваши. То есть можно, оказывается, следовать за Христом. Заметьте, как звучат эти слова. «Кто не берет креста своего и следует за мной». То есть можно следовать за Христом, не взяв креста. То есть такое комфортное христианство. Ну так вот, называюсь христианином, и все. Поэтому здесь Христос предлагает уже в 11 главе, говорит, «Придите ко мне все, труждающиеся, обремененные». То есть настолько человек пытается своими силами устроить в себе Царствие Божие и вовне, что он весь утрудился уже и бремена на себя взял неудобоносимые. И Христос говорит, что только у меня сможете вы обрести истинное благо, которое кажется вам игом, которое кажется вам, что оно сковывает вашу свободу. Ну ведь так именно рассуждают многие люди, которые находятся вне церкви. Они думают, что если придут в церкви, ну это будет ига, хуже татар-монголского над собой. Вот будут нам это нельзя, то нельзя, какая же это свобода. Человек, который не принимает Христа через покаяние, он на самом деле обременен и угнетает свою свободу своими страстями. Помню как-то, когда я был в школе и проводил одну из бесед с учащимися старших классов, то я говорил о том, о вреде, мне попросили сказать о вреде курения, сквернословия, пьянства, разгульного образа жизни, о нравственных сторонах христианства. Ко мне подошел один человек, после сказал, ну вот вы еще говорили о свободе. Ну какая же это свобода? Нельзя выпить, нельзя покурить, нельзя там погулять. Я говорю, знаете, православный человек может и выпить, может и, если захочет, если ему это нужно будет, и даже закурить. Он так удивился сначала, но я у него спросил, а вы можете, вы курите? Он говорит, да. А можете не курить? Он говорит, ну это надо бросать. А выпиваете? Он говорит, да, регулярно. А можете бросить? Ну это тоже надо бросать. Вот кто же свободен? Православный человек может. Это его не стягивает и не связывает. Конечно, он отвергнет курение и табакокурение, потому что он знает, что это вред. Конечно, он отвергнет пьянство, потому что он знает, что пьяницы и блудники не наследуют царствие Божие. Но он свободен от этих страстей, а этому человеку надо бросать. Поэтому я у него спросил, кто свободен? Тот, кто не связан этими грехами и может управлять собой. Потому что христианин — это сильный человек. Сильный человек не тот, кто в себе ни в чем не отказывает, а тот, кто может обуздать свои страсти и отказать себе в чем-то ради наследства Царствия Христова, для того, чтобы не просто называться христианином, а быть христианином. Да будет это со всеми нами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok